Следующий 55 аят Всевышний Аллах говорит То есть, и вспомни, что сказал Всевышний Аллах Я упагою тебя и вознесу тебя к себе И очищу тебя от неверующих людей И мне оповау тебя и вознесу тебя в этом указании аяты барак лауфикум в этом аяте указание на что то что аллах субхан талия где верху он сказал как вознесу рафиука рафа это что поднимать если бы аллах был везде разбил скал рафиука поднял скал бы распространил тебя к себе сети пленежи в этом указание на опровержение тем заблудшим которые говорят о том что аллах смотри везде или что-то подобное или отрицает то что все очень аллах смотри верху также барак лауфикум в этом указание на то что мы должны изучать истории пророка потому что скал ваид халя ваид мы с вами говорили когда разбирали сулит афсир смысл вот в курс помни то есть не просто так для чего всевышний аллах спонтали рассказал нам истории бану израиль брать всегда смотрите на все те истории о которых нам рассказал всевышний аллах будь это народ рис и будет народ мусы либо ну и стрель пророки бану израиля смотрите через призму хадиса проксал сам для тот табианна сана на манка блял к накоплю вы обязательно последуйте путем те кто был 2 то есть все что было во времена мусы все что было во времена рис и и все что было между этими двумя временами во все это попадет наша община все это будет делать наша община и мы вот сейчас изучая по макару макаро хитрили они хитрят разве в нашей общине нету тот тоси 30 теми кто призывает к тому на чем были против и много таких примеров будет всегда смотрите через призму этого хадис что вы обязательно последуйте путем тех кто был до вас поэтому все училась для этого и рассказывать нам историю пророков чтобы мы остерегаясь пути тех кто не последовал за этим пророками из их народа также баркалу фикм в этом аяте войск алиллау и скажет сивучнила не сказал сивучнила указали на то что аллах спонтали разговаривает и в этом опровержении заблудшим философом который отрицает то что всевышний аллах обладает таким атрибутом как речь также брать указание на достоинство нашего пророка салаллаху алисалям в чем указание то что аллах спонтали проискал и нему того фика у рафика ли я тебя упокой и подниму к себе а наш процессом был поднят на небесах без и в бодрствовом состоянии то есть не спал баркалу фик имам бага убит их талифу фибады тава фига он среди ученых было разногласия что значит слова мутау фиг что значит лотов калах асмалька львов на джурайч с какими обиду кого рафи у кафи дуня мин варима то что я заберу тебя к себе не умершляя и указать на эту козы на салоне салоне фаляма того файта не то что и салей салям в судный день скажет а когда ты меня того файтане то есть упокоил айк оба то не ля сама то есть забрал меня к себе на небесам ванна а я был живым я напомню нам а танцор то нас рубана рафи на вода мути его народ стал христианами после того как он был поднят они после его смерти правильно же то есть аллах уже поляма того файта никунтан тарак и боли до дома я тебе все очень логи то то что искал и когда ты меня умертвил ты уже был то есть когда ты меня упокоил ты уже был свидетелем то есть тому что они делают что они делали как аллах скаланта культа ли наси так лизу не умею лягой 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 не миду ли ты не сказал людям что возьмите меня и мою мать богами помимо всевышнего аллаха это скал фалям этого файта не когда ты меня упокоил они стали христианами же после этого альга за того лета of it a william поэтому исходя из этого у слова упокоил будет два тавсира ахадума 1 и не рафиука или его фин то что я заберу тебя полноценным лям я на люмин кача имеется ввиду что ты не пострадаешь от них у амин кауни им того файту мин каула коза говорят арабы на при того файту каула коза васта уфи астау фи и за хаста у тамама то есть когда говоришь ты я забрал что-то не получил что-то в должной мере должным образом то есть должное количество и так далее то подобное ахар другой то все и не мута соли мука я приму тебя мин каулихим тава файту мингу кава айта салям тува то есть когда кто-то говорит я получил забрал у него что-то калер абиб ну анас аль мураду биттава финна у нас сказал по словам упокоил имеется ввиду сон вакана иса каднама всевышний аллах то есть иса алисалям заснул фарафа улау наиман и лясама всевышний аллах забрал его в таком сонном состоянии к небесам по манагу и не муниму поэтому смысла я тебя упокоя а ему не мог и не муниму я тебя усыплю варафи у коля и подниму к себе там а полетали как сучала говорит в одном из этих увольнязи этого факумеля и он тут-то упокаивает вас по ночам то есть когда вы засыпаете а юни маку то есть усыпляет вас билей по ночам холи баду на другие сказали толкователь куран аль мураду биттава фильмов что по словам упокоил имеется ввиду смерть урал руку варова алибну абиталл хан и не оба солидного виталка передал табула ибн аббаса она манагу смысл и не муми только я дулю алейка улитали то что я тебе умрошлю и на это указал оси очень аллаха улита ваффа кумаля кульма скажи забирает ваши души ангел смерти фаля газа лягу тауилян исходя из второго то есть если это смерть тогда у него будет два то есть если все учал действительно умертвил иису тогда будет два то все равно слова тавафи макалю а то что сказал в обдув фи айс алис алям саляса отмин агар то что и стали сам умер на три часа днем сумма хьягу потом всевышний аллах его оживил сумма рафа агулла и потом забрал его к себе вакали мухаммад ибн исхак мухаммад ибн исхак сталин на насара я зурмона на лотале того фау саба сатки на на христиане возомнили то что всевышний аллах усыпил его на 7 часов сумма хьягу потом оживил вора фау или поднял к себе в аль-ахар другой макали удахак вальджама то что скал дохак и джемагу то есть группа толкователь курана и на фигазе лаят аяте так дима но тахиран то что в этом аяте что-то раньше что-то позже упомянуто и смысл манаху и нерафи у кайлей то что я подниму тебя к себе ваму тахи руками на левина кафару я очищу тебя от неверующих людей помуту афика бада инзаль камина сама и умершлю тебя после того как ты уже спустишься с небес то есть перед судным днем кауле утали что касается слов всевышнего аллаха маму тахи руками на лавина кафару я очищу тебя от тех кто не уверовал а ему хриджи камин бай не ему на джи камином то что я выведу тебя из их среды и спасу тебя от них поэтому барак луфик ум есть верующий из этого я там уберем какую пользу тот верующий который хочет очиститься от ширка должен быть не причастен и выйти из рядов из круга неверующих многобожников а тех которые последовали за тобой я возвышу до судного дня над теми кто не уверовал каляк а тадо урраби ва шаби ва мукатюль кальби эти толкователи курана говорят мы аглю лислям то здесь речь идет о ком а мусульманах левина саддаку у те которые уверовали рейсу алисалям вот таба рудин агу и последовав за религией айса в чем фитта ухид в вопросе единобожия мин уммати мухаммад саласам из общины мухаммада фахум фокал лавина кафару они всегда будут на неверующими вагирина кагирина биль аиззати вальманати вальхуджа и всегда будут держать вверх мощью силой и доводом кто-то говорит наше время а как в этом аяте говорится что мусульмане будут мусульмане будут держать сверху так аллах же стал про каких мусульман ваджа лу лазин на табарука те которые последуют за тобой в чем как и мама говорит в таухиде вот когда эта община придерживалась единобожие которым призывала риса до него муса до него ибрагим до него ног и после всех них мухаммад саласа тогда они были только для длина кафару а когда мусульмане отказались от ухида стали совершить ширк отказались от следований пророк кусался начал делать но что всевышний аллах сделал так что они приравняют с неверующим и даже стали ниже них валия зубилана салона фулафи поляда хакдаха говорит я не аль-хаврии на фоколе вина кафару в этом аяте говорится о ком об апостолах то что они будут всегда над неверующим вакирь также слабое мнение существует гайдбаха вы гумалюрум это римляне то есть то что в наше время называть европы покрыли рада бим насара также говорится о том что здесь речь идет о таком а христианах в гумфа у калилу да я вам прием то что христиане всегда будут выше чем иудеи до судного дня файм на леву да подзава бугда вам ульку потому что иудеи лишились власти помойку на сара дайму на ляторе бимин ты ямса а власть христиан будет почти до судного дня альга за и кунуль тиба и поэтому здесь по словами у аджайлю лавина табаука я сделаю тех которые последовали за тобой по словам последовали бимана идя те которые возомнили что они за табу последовали у аль-махабы и те которые заявляют о том что они тебя любят ляй тибаудин а не к те кто на самом деле последовали за то религии с которой ты пришел суммай ляй ямар джиукум говорит всему щеналах потом вы все ко мне вернетесь айфи лахара то есть на том свете фах куму байна кумфима кунту фиитах талифун и я рассужу между вами в том в чем вы разошлись во мнениях минатин вам реализа то есть во мнениях вопросе религии и вопросе про рису алиссалям дальше все шаги по м на длина к бомба у алибу ума да ба шаги до фидд уния ван ахинат его маном мин на сырин фама лавина кафару фу алибу мазаба шаги до фидд уния те которые не уверовали тех которые не уверен я подвергнут тяжким мучением в этом мире и в этом аяте указание на какое правило воздаяние соответствует делам вы не верующий поэтому наказание вам будет какое тяжкое фидд уния по мальдовина кафару фу алибу агаба шаги до фидд уния а те которые не вероят я подвергнут тяжким мучением в этом мире как от него саби его джизе всевышнего кого-то сима богу то есть путем того что вас будут убивать и не брать в плен или вы будете плачивать из его вилья унижения и также говорит шейху саймин сюда заходит что депрессия страх и другие душевные болезни то есть аллах наказывает людей когда у мусульман сила есть тем что они попадают в плен мусульмана платить и когда даже у мусульман силы нету аллах наказывает неверующий чем очень сильно депрессией страхом и другими душевными болезнями валь ахары и на том свете айфеля хироти бинар на том свете накажет мучительным наказанием огнем у амали уме нас рин и нет у них помощников на том свете и не будет у них помощников и не будет у них помощников не на этом свете не на том свете и поэтому братья то есть очень важная давайте еще раз почитаем фаммаля вина кафару фуаль ты бумага бачадидом фиду не валя храма ли вам нас али а те которые не уверовали я подвергнут тяжким учением на этом в этом мире и на том свете и не будет у них помощников то есть не будет они помощников на том свете понятно что никто их отогнать и даже на этом свете они не могут избавиться от того страха той депрессии от того душевного ужасного состояния в котором они находятся кто-то говорит барак лафиком ну как вот те же психологи наше время же психологи и люди когда находят душевные проблемы обращаются к психологам неверующие люди обращаются к неверующим психологом или же например бывает до среди мусульман даже обращается к мусульманам психологом которые не руководствуют куран и сунни а научились психологию неверующих людей ученые говорят брать даже если кто-то советует им что-то как избавиться от тех душевных болезней от того душевного состояния в котором и находится как страх депрессия беспокойство и так далее это действует то есть то что прописывают им эти психологи не более чем действие наркотика для наркомана алкоголя 2 алкаша или же морфия для онкологической болезни при онкологии то есть когда действует временно поэтому наркоман он когда берет наркотики он до в эйфории но когда заканчивается ему еще хуже становится алкоголик когда выпивает в эйфории но когда трезвеет ему еще хуже становится человек который заболеет раком алия зубляда бережет всевышний аллах меня и всех присутствующих все кто смотрит этот урок и их близких если кто-то заболеет ему морфи колят ему не больно пока работает а потом перестает вот эти психологи врачи и так далее вот все и советы которые не строится на куране и сунни не строится на куране и сунни их действия один в один подобно действию наркотика алкоголя и тому подобному нас лава оляфи оляфи люди как сивычнила говорит манами лесуара и закринутся в ум умин аленов ену хаят на тайва тот кто делает праведные дела будучи будь это мужчина или женщина то есть будучи верующим того мы одарим благой жизни то есть отсутствие всех эти душевные болезни только при наличии имана правильно и при наличии праведных дел поэтому дальше всевышний аллах спана так говорит что касается тех кто уверовал и совершал праведные дела он одарит их вознаграждением сполна еще раз обратим внимание фарма лавина аману аминус алихатского что касается вычняла что касается те кто уверовал и творил благие дела поэтому как говорит шейх мухаммад и на самом сами нет имана без праведных дел и нету толка отдел без имана нету толка отдел без имана праведное дело это то что совершалось только ради всевышнего аллаха это что соответствовало сунни пророку саваллаху ли салям имам бага говорит айю афи муджура а амали им всевышний аллах воздаст им наградой за их дела у аллаху ля юхи был золимин всевышний аллах не любит несправедливых айля ярхам уль кафирин имам бага говорит не проявит милость неверующим у аля юсми алейхим бильджамиль не похвалит их это как называется тофсир белязи то есть мы говорили барак луфикум очень важный момент что когда мы обращаем на определенные аяты то есть читаем определенные тофсиры аллаху ля юхи был аллах не любит золимин всевышний аллах не любит несправедливых айля ярхам то есть не проявит милость это не значит что смысл отсутствия любви это не проявление милости нет это ля вазим из плодов а мы аллаха описываем что он любит и говорю что он любит так как подобает ему субханагу ватааля поэтому барак луфикум аллаху ля юхи золимин аллах не любит несправедливых в этом указание на то что несправедливость одна из причин лишения любви аллаха она так несправедливое отношение по отношению к всевышним господом или по отношению барак луфикум его созданием является одной из причин за которой всевышний аллах смота лишает раба своей любви а лишение любви если все очень лак лишить не перестаньте любить это чревато последствиями нас аллаха аль афе аль афе аль афе также авоскан талия сказал барак луфикум то что в лаву ля юхи был валимин аллах не любит несправедливых их несправедливость в том что они не уверовали в аллаха должным образом и поэтому придали ему сотоварищи и не совершали праведных дел делая всякого рода новшества все это является валия зубы для несправедливостью дальше всевышний аллах смотри говорит пятьдесят восьмом аяте залик и это айхаза лови за карту ляка минал хабара и сова марима аварии то есть то что я рассказал тебе из сообщения в иисе марьям и апостолах на тлюву алейк мы читаем тебе я не ног беру кабе и бетеля вот и джибрил алейк то есть сообщаем тебе через джибриле он приходит и тебе читает это и 0 аяте вазик рель хаким из аятов и мудрого поминания я не куран то здесь подразумевается под аятами и мудрым поминания что куран возле корзи хикман напоминать нам поминание с мудрости кальму катель мукать льгита викрил хаким то что под мудрым напоминаем подразумевается аль мохкам аль мамну мин аль баты то есть четкий ясный полный в котором нету ничего ложного вакин викру и хаким также ученые говорят что по словам викру и хаким подразумевается это хранимая скрежет и он подвязан к трону господа субханалталя на белой жемчужине вакин также то фома фасир говорит на ляят а именно ляма то есть это является из признаков далее но ботик которые указывают на то что ты являешься пророком для на ах бар потому что это является теми сообщениями ляя лима лякари китами ля которых может знать только тот кто читает книгу севышнего аллаха ауман ухи и ухайля или тот кому снисходят откровения уанта умею для такра а ты являешься безграмотным не умеешь читать значит и об этом нигде не прочитал значит тебе об этом сообщил всевышний аллах субханаля дальше всевышний аллах говорит пятьдесят девятом аяте инна масля поистине или воистину из из-за перед аллахом подобен адам имам бага вид аль айя на залят фивав динаджиран то есть это таят был неспослан по причиной делегации которые прибыли из начало то есть делегации христиан вот аликан на украине расуле лесался малика тачким сахиба на они пришли то есть это делегации сказать просто сам почему ты ругаешь нашего товарища то есть имея ввиду кого айсу алиссалям кали вам акуль он сказал а что я такого говорю каля таку ли анну абдуллах ты заявляешь о том что он является рабом аллаха каль на что пророк стал всем сказал аджа льва абдуллах его расулю да конечно он является рабом аллах и его посланником по калимату аль каиля марьяму аль азра аль батуль и это слово которое он послал к марьям девственницы в ходе бу они разозлились поколю и сказали аль ра айты инсаном от мингаря обвину ли ты когда не чтоб человек появлялся без отца поэтому не спасла татаят сказав воистину иса перед аллахом подобен или у всевышнего аллаха подобен адам айфи кау не халяков мингаря то что он создал его без отца к мафе ли адам то есть подобие адаму ли анну хуликами гарябу он вообще создан без отца и без матери халяков минтураби сумма поля кун кайя кун всевышний аллах создал его из праха из пыли земли и сказал ему будьте он стал я не лейс алиса а то есть и училась к лаисе будь и он стал кун фаякун будь и он стал я не факаны и он появился файл ты ли если кто-то спросишь мама на каули что значит лава халяков минтураба создал его из праха сумма колес затем сказал ему кун фаякун стане он появился халька то есть он создал его ля так вина бадан хальк то есть получается как можно сказать будь после того как он уже позвал создал или ученые говорят манагу халяков смысл такой он создал его сумма ахбаркам потом сообщил вам и культу лаву кун что я сказал ему будь то есть после того как он создал рассказал вам о том что сказал ему будь и он появился миларит артибель 3 хальк то есть не подобно тому творению как появляются люди как допустим бывает когда человек при рождении как допустим всевышний аллах смотри расскажу как люди рождать сказал олях от халяк на не саны минсуля лятин винты воистину мы сотворили человека из глины из глины кто маджа альнаху нутфатан харарин макин потом мы поместили его капли в надежное место имеется ввиду это уже первые решила кома бадами алисалям то что создал злин потом речь идет о чем о ком а его потомстве то что всевышний аллах поместил его капли в надежном месте то есть матки матери сумма халяк на нутфата аляха потом мы создали из капли с кусток крови фахаляк наль аликата мудра потом создали изгустка крови нечто подобное разжеванному кусочку мяса фахаляк нальмудра пайвама затем создали из этого кусочка кости и затем обликли эти кости мясом сумма шана у халяка ахар а потом мы врыстили его в другом творении то есть он уже стал другим творением творением с душой товар кола вас она халякина благодать же аллах наилучший из творцов богом если коми ради не поэтому то что скала он сказал я ему создал сказал ему то есть я его создал и вам рассказывать что я создал его сказав слово будь это подобно арабском выражении от айту каем мадиром сумма от айту кам садиром и я тебе сегодня дал дирам и этот же дирам я тебе дал вчера а и то есть сумма уберу я тебе сегодня дал дирам имеется ввиду а завтра я тебе скажу они от айту кам зира вчера я тебе дал один дирам то есть арабы так разговариваю вафима сабака минат тамфиль далили леджа вазил кияс и в том примере который был упомянут указание на дозволенность кияса сравнение по аналогии лена ты я за уроду фара ляса бина ушава потому что ты яс это когда возвращает ответвление к чему к основе если есть некая схожесть то есть то что называется илья по кадра дала у талия халка из аля адам всевышний аллах почему вернул или же сравнил создание из асадовом бина ушав потому что было некий вид схождения шейху фанин барк луфикум говорит что здесь можно по-другому растолковать то есть имеется ввиду а в то что всевышний аллах спонтал халяков ментурабин то есть начал его создание то есть халяку не то что закончила халяков начал создавать его из глины и сказал ему будьте он стал второй трассир барк луфиком и всевышний аллах спонталя заканчивает шестидесятым аятом сказал аль хак кумир роббик аль хак кумир роббик истина от господа твоего айху аль хак то есть он является истиной вак или джак аль хак кумир роббик и также говорят смысл аль хак кумир роббик истина от господа твоего то есть пришла к тебе истина от твоего господа фанят акун мин аль мунтарин так не будь в числе тех кто сомневается ай шакин то есть те кто сомневается фальхитабу линнабис халсамбуль мураду умата то есть обращение хоть пророку саллаху алейхи ассалям но подразумевается его община лавад вы заметили что куран субханала не то что то сильно каждое яд каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний каждое слово подрать мой под собой не принесет в целом огромное количество знаний поэтому аллах есть все ученые усмотреть проявил тебе милость изучаю что в серпе не все же носком надо знать что это из милости всемчем господа из-за звали не аллах спонта 10 признаков что твой сердце не запечатать если ты боролого фигу мы с вами видишь что ты вообще никогда не изучаю не изучал слова все больше спонталь то есть и толкование то есть вероятность что то сердце просто-напросто запечатал все очень оскала поля это до барона куран амаляку любина полю неужели они не задумываются не размышляет над кураном или же на их сердцах замки то есть замки имеется вы сердца запечатан поэтому варак луфикум есть не хочет печать что-то сердце было запечатано запечатано сердце никакой благо не заходит брать обязательно изучать я побуждаю дай аллах чтобы закончить тофсир если кто раньше на это не обращал мой начните с сегодняшнего дня вот как появляется барак луфикум новая запись как вы прослушали перед тем как по следующей запись постарайтесь выучить и представьте этим самым вы объедините между двумя добрами то есть барак луфикум получается и выучить и будете знать тофсир смотрите внимание спанала да сколько вот удивительны слова всевышнего господа суфаналтали если человек касался вышелок афаля это добро 0 куран почему они не задумываются от куран она 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 у ну бин акова луна